В российской экономике началась новая фаза подъема. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Также президент сообщил, что в ходе форума многие международные представители бизнеса и инвесторы отметили высокое качество российской макроэкономической политики. А это весомый аргумент для работы на российском рынке. Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов. Я почему об этом говорю, потому что специалисты знают, во всём мире эксперты считают именно эти индикаторы важными признаками оживления экономики подъема потребительского спроса. Уже сегодня мы практически достигли целевых ориентиров по инфляции. Ожидаем, что по итогам года она будет ниже целевой, то есть ниже 4%. По итогам первого квартала приток прямых иностранных инвестиций в отечественную российскую экономику составил 7 миллиардов долларов. Отмечу, что это лучший показатель за соответствующий период за последние 3 года. А в целом инвестиции в первом квартале выросли на 2,3%. Таким образом, что хотел бы отметить и подчеркнуть, сегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Путин подчеркнул, что именно частный капитал должен стать источником дополнительных инвестиций в российскую экономику. Однако сдерживающим фактором пока остаётся высокий уровень рисков для инвесторов. Для этого нужны понятные и стабильные условия работы. Мы уже сформировали целый набор инструментов поддержки инвестиционных проектов. Будем их развивать, делать более гибкими и адресными. Что конкретно в этой связи предлагается сделать? Первое. Нужно поставить на прочную системную основу механизм проектного финансирования. Минимизировать риски для инвесторов на всех стадиях, от подготовки проектов до их реализации. В том числе за счёт частичного предоставления государственных гарантий. А чтобы в проекты можно было привлекать средства разных типов инвесторов, банков, инвесткомпаний, пенсионных фондов, прошу правительство и Банк России ускорить прохождение в парламенте поправок в законодательство. Всё это позволит обеспечить значительный рост объёма частных финансовых ресурсов, направляемых на запуск новых проектов в реальном секторе экономики. Также выступая на пленарном заседании, Владимир Путин отметил, что Россия намерена кратно увеличить выпуск специалистов в цифровой экономике и обеспечить всеобщую цифровую грамотность. Это потребует модернизации сферы образования, причём на всех уровнях, от школы до высших учебных заведений. Кроме того, важно разработать программы обучения для людей самых разных возрастов. Как заявил Владимир Путин, правительство уже подготовило программу развития цифровой экономики. Цифровая экономика – это не отдельная отрасль. По сути, это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства. Изменяет формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникации между людьми. А следовательно, задаёт новую парадигму развития государства, экономики и всего общества. А чтобы наращивать наши кадровые, интеллектуальные и технологические преимущества в сфере цифровой экономики, мы намерены действовать по направлениям, имеющим системные значения. Что я имею в виду? Первое. Необходимо сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. При этом все решения должны приниматься с учётом обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан. Второе. Государство окажет поддержку тем компаниям, которые являются носителями разработок и компетенции в сфере цифровых технологий, имеющих сквозной, так называемый, межотрясливой эффект. Россия открыта к реализации бизнес-проектов и сотрудничеству в вопросах глобального развития, заявил Владимир Путин. Наша страна настроена на диалог и на партнёрство, и готова к реализации взаимовыгодных проектов. При этом Путин отметил, что сейчас перед всем миром стоят системные долгосрочные вызовы, в решении которых необходимы мудрость и ответственность. Только вместе, объединяя усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и обеспечить устойчивый рост мировой экономики, выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции, снизить уровень бедности, решить острейшие социальные проблемы, справиться с такими угрозами, как терроризм, региональные конфликты, распространение идей национализма и ксенофобии. Мы не просто стоим на пороге, а уже сталкиваемся с большими, по сути, цивилизационными вызовами. Перед нами системные, долгосрочные вызовы, все последствия которых пока трудно даже просчитать и спрогнозировать. И мы не должны, не имеем права размениваться, тратить силы и время на склоки, распри, геополитические игры. Нам нужна мудрость и ответственность. На пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума выступили также канцлер Австрии Кристиан Керн, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Молдавии Игорь Дадон. На заседании зашла речь и о двусторонних отношениях России и США. Американская телеведущая Меган Келли, которая была модератором мероприятия, поинтересовалась у Владимира Путина, помогают ли чем-то России ссоры вокруг НАТО. Ссоры вокруг НАТО? Помогают ли они России? Ну, в том смысле, что НАТО может развалиться, тогда помогут. Пока чего-то мы не видим развала. Меня просто, знаете, я много раз уже задавался вопросом и публично его ставил. НАТО создавалось как инструмент холодной войны в борьбе с Советским Союзом и Варшавским договором так называемым. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос, а зачем? Ответ только один. Что бы там ни говорили, это инструмент внешней политики Соединённых Штатов. Если кому-то нравится, ну, тогда так и хорошо. Но только главное, чтобы вот те процессы, о которых всегда говорили в НАТО, а именно говорили о трансформации этого блока, скорее в политическую организацию, как в организацию, которая создаёт существенные элементы стабильности в мире. Но если так будет, то тогда, наверное, и неплохо. Но пока этого не происходит, пока мы видим развитие военной инфраструктуры и приближение этой инфраструктуры к нашим границам, это нас не может не беспокоить. Мы об этом много раз публично говорили. Отвечая на вопрос о якобы вмешательстве России в ход выборов президента США, российский лидер назвал эти нападки бесполезной болтовнёй. Перенос внутриполитических дрязг США на внешнюю арену. Путин также отметил, что Америка постоянно пытается вмешаться во внутреннюю политику других стран, в том числе и России. По поводу вмешательства. Вы посмотрели, чего ваши коллеги у нас делают. Они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют. Развлекаются просто. Это систематическое, на протяжении многих лет, грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику. Заканчивайте, давайте. И вам легче станет, и нам. Владимир Путин также призвал все страны, вовлеченные в международный процесс, соблюдать установленные дипломатические правила. Особенно сейчас, когда Запад делает ставку на силовое вмешательство. Давайте мы договоримся о единообразном понимании норм основополагающих принципов международного права. И будем придерживаться этих правил. Потому что пока этого нет, пока внедряются права сильного, кулачное право, до тех пор будут у нас возникать проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в Северной Корее. Малые страны не видят другого способа защитить свою независимость, безопасность и суверенитет, кроме как обладанием ядерного оружия. Вот к чему ведёт злоупотребление силой.